действительно идет какой-то уныние и я его вижу да и вот люди задаются вопросом постоянно вот этот вопрос висит в воздухе что делать как бы ситуации быть а с другой стороны но нужно оценивать а что было вчера я помню три года назад нас было и мне дали листовки по поводу национализации раздать люди от меня как от цыганки шарахались хотя я с ребенком была какая национализация то же самое пост напишу ой ерунда сейчас уже обсуждают как ее проводить на полном серьезе как бы для всех очевидно что национализация будет вопрос как ее проводить и нужно ценить на самом деле потому что достаточно оглянуться назад и сразу будет очевидно что многие вещи которые не поднимались не проговаривались они сейчас звучат и с одной стороны действительно уныние потому что нет более народе а с другой стороны уже всем яс всем ясно что выстраиваться новая русская цивилизация вот или выстраиваться этот образ и люди говорят о народовластия люди обсуждают о том как лучше выстроить наше общество понимаете но этого не было ни два не три года назад что касается полициключенных ну у нас есть проблем во всех нациях евреев армян кого угодно узбеков скидывается регулярно каждый месяц здесь процентов там от зарплата дохода ну или кто как может по договоренности кричишь кричишь давайте хотя по 100 200 рублей вот и раз в месяц да мы нищие но если мы все будем регулярно высылать на политзаключенных для собирать все получится хотя бы на передаче на на какой-то небольшой адвокатскую помощь с мужем вот оказать оказать помощь такую но за паразитами же даме все носятся по интернету носятся а вот перейти к реальным делам вот никак у нас не получается понимаете паразиты они есть паразиты мы-то должны ними заниматься своими делами и давайте возьмем ответственность если у нас это братство допустим соратник сидит а мы вот ощущаем каждый день что он следит а мы ему не помогаем его семье не помогаем мы думаем о нем если мы не думаем значит у нас нет этого братства значит у нас проблема мы должны думать о соратнике как будто сидит твой сын для твой брат и тогда вот тогда не надо спрашивать народа если патриотическая среда имеет проблемы нужно эти проблемы высветить разобраться с ними и наконец в новом ключе усиленном действовать вот сейчас говорила с надеждой михаумной качку на всем передает привет только приехала значит заведено дело новое владера васильевич по ролику в интернете что происходит смотрите они не могут оплачивать сейчас в той же мире этих силовиков значит силовикам нужно сохранять за собой работу и они будут стараться стряпать эти дела потому что нужно будет выслуживаться и то же самое сейчас произошло вот с владимиром васильевичем скорее всего это инициатива сверху чтобы его не выпускать у него две трети срока скорее всего долгунов говорящая фамилия и журавлев по избышники просто решили получить звездочки лучшие места и завели дела на владимир васильевича по 205 статье якобы он к терроризму призывает хотя он говорит постоянно о том что ожидает переформатирование либеральной системы и чтобы патриотическая общественность стала за народ и за конституцию и никакого там терроризма нигде никак не звучит потом смотрите что происходит в каком на положении оказались вот и горпезов парфенов соколов мухин барабаш они усиленно защищаются и доказывают что они не экстремисты в то же время силовики но настолько расслабились они даже уже не публикует дела как следует они просто стоят и говорят написанному верить и мухин говорит хорошо по какому пункту экстремизма вы меня привлекли а написанному верить а где написано на какой странице а вы там посмотрите в деле понимаете и получается так нужно пересматривать как нам защищаться в судах потому что получается так со стороны нашей идет и адвокаты и мы что-то пишем и люди там готовятся в сизо доказывают что они не экстремисты что референдум в конституции прописан а в то же время настолько силовая система деградировала что они даже не усложняют себя же свою жизнь и ну не стараются как бы ничего доказывать и может быть мне кажется может быть вставать и говорить вы преступники на основании того-то того-то они надо доказывать что ну как можно доказывать что ты не экстремист если ты хотел по конституции референдум провести вставайте каждый раз говорить на основании того-то того-то вы преступники ну а я просто вы поймете они нас такое положение поставили что мы постоянно что-то доказываем и экспертизы предоставляем которые судьи отклоняют а в то же время как бы одна сторона прокурора следователи не напрягаются и мы поддерживаем вот этот дурдом который они нам организовывать надо тоже как-то над всем подумать и пересмотреть что важно хотел сказать еще по поводу судов значит а адвокаты не могут помочь ничем в заказных делах по идее пока ты нужны для чего для сми которая нас упорно не замечать для того чтобы люди пришедшие на суд услышали все эти статьи которые нарушаются в отношении политзаключенного и самое главное что адвокат может попасть сизу и выяснить положение дел что происходит с политзаключенным а часто его просто прессует значит надо бить на шум нашу потому что вот это помогает не можешь сам пойти все-таки кого-то организовать вместо себя в большем количестве приходить на суды и шуметь 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 видео записывать у нас других вариантов нет защиты у нас вот такая ситуация сложилась потом я смотрю что люди стали объединяться несмотря на то что допустим белов неприемлемая фигура для многих националистов но достаточно сходить один раз на его суд становится понятно что там его обвиняют не пойми в чем нарушение каких-то казахских законов почему не в казахстане причем пострадавшей стороны нет у банка земля осталась там в наличии и для того чтобы с тобой не произошло то же самое все-таки нужно идти на процесс тому человеку которая может быть тебе идеологически не не совсем с тобой и не совсем подходит но ради себя самому ради выстраивания гражданского общества нам нужно все-таки объединиться и поддерживать и показать силовика вот этой власти что у нас есть гражданское общество что мы против вот этого произвола суда что они творят они уже ну просто дурдом устраивают понимаете и вот с этой 282 ну как можно отнять нацию у людей там огромное количество людей не может доказать кто он по нации нет документов но при этом за оскорбление какой-то нации сажать людей ну как это возможно но они навязывают раз за разом нам вот эти дурдомы и заставлять нас в этом во всем участвовать и нужно объяснять людям объяснять что сегодня он а завтра ты и консолидироваться несмотря на то что мы совершенно разные люди что касается кирилла барабаша вот и остальных ребят до 22 июня они будут сидеть и скорее всего и дальше продлят там никто не напрягается вообще соли не интересуют никакие аргументы я думаю что до выборов их не выпустят и с одной стороны действительно у нас мало мы нищие нас не поддерживает сми а с другой стороны нас боятся значит мы чуть ли себя представляет нас боятся они не выпустят никого по той причине что за этими людьми правда и этих людей слушают из-за этого выход 1 пересмотреть свои позиции в отношении полезаключенных достаточно ли каждый из нас делает в отношении соратников которые попали в тюрьмы во вторых отбросить вот эту дурацкую привычку все у нас не иисус христос но все они достаточно хорошо ну ну хватит уже вот азербайджанец завязывал русского посольство сразу ноту протеста вы как там обращаетесь там выдайте нам его обратно они даже не обеспокоились тем что это наносится ущерб там диаспоре азербайджанской они сразу ноту протеста российскому государству высказали а у нас идейные люди сидят и порой разбирается ой недостаточно белый какой-то краснопозой а это что-то еще все псб центры участвовали в их делах не дали им возможности защищать себя и значит все мы должны стоять за этих людей они выйдут можно высказать им что мы думаем по поводу их позиций а консолидация обязательно в русском сообществе должна быть вот много еще хотела сказать вот допустим боровиков сидит вот за что сидит боровиков он может нравиться не нравится да но отморили грубо говоря бомжеку вот или через полтора этого томского который на занимал денег кого-то ограбил кого-то изнасилова заставили дать показания и пара его получил такой срок как за убийство и потому что общество по большому счету не сильно за него вступилась там суд такой сделали закрыт его быстренько 7 с половиной лет осудили никого не ударил даже вот этой вида сказала что нет вот у меня пальцем не тронул там все и человек сидит а сейчас еще и вот так закрыли что не от него писем не не доходит ни к нему письма не доходит адвокаты странно себя ведут как бы бросают на полпути это видно спецслужбы как-то вот их пугают постоянно но что что здесь происходит происходит что мы наверно виноваты в том что не поддержали его как следует а увидев что у него нету мощной поддержки со стороны русского движения они вот так на глаз сниму это поступили и это ужасно мы должны пересмотреть свои позиции и каждый должен взять за правило и своим соратникам сказать что давайте и материально помогать ежемесячно и морально и кто письмами кто в суд и главное что и всегда есть возможность напрямую помочь выйти на родственников всегда есть возможность если что можно обратиться ко мне и не обязательно там какая-то группа но главное понимать 3000 от группы 3000 от соратника какой-то родственник помог и вот уже маме гораздо легче вот эта ситуация плюс моральная поддержка все вот это пережить гораздо легче что вот такие у нас дела не на секунду не сомневаюсь что то-то русская плохо которая началась ее никуда уже не засунуть вообще не 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 сомневаюсь вижу образ будущего вопрос только один какой-то как как дорого нам это все обойдется но засунуть назад то что раскрывается сейчас уже невозможно потому что это видно это очевидно достаточно просто сравнивать то что было вчера и то что происходит уже сегодня